Дорогие друзья, рада приветствовать вас на канале агентства элитной недвижимости Whiteville. Я его ведущая Катя. Сегодня нас позвали в гости в чудесный комплекс, а расскажет подробнее нам о нем моя коллега Саша из отдела загородной недвижимости. Большое спасибо, Катя. Мы очень рады. Добрый вечер. Вы присутствуете в прекрасном поселке Гринфилд, в прекрасном доме, который расположен прямо напротив центральной части. Здесь расположен центральный водоем, на котором плавают птицы, летают чайки над ним. Расположена пляжная зона, ресторан. Вход в дом – это просто практически выход в центральный парк. И благодаря этому хозяева могут полностью насладиться всеми прекрасными видами этого поселка. Прошу вас, заходите. Саш, я так понимаю, это входная группа, да? Это шикарного дома. Ты обратила внимание на свет? Тебе понравилось? Вообще, мне кажется, замечательно. Посмотри, какое зеркало. Посмотри, как здесь все расположено. Мы можем с тобой запросто, войдя в дом, пройти сразу на террасу. Я сразу гардеробную. Гардеробная чудесная. Это просто вообще женская мечта на самом деле. Посмотри, какая она. Тут, в принципе, она и функциональная, и красивая. В ней есть все. И свет есть. И свет есть, и уют есть. Давай посмотрим гостиную. Я так понимаю, это фишка этого дома. И вот она, наша грандиозная гостиная с 8-метровым потолком, с шикарным светом, с камином, с мебелью, которая навряд ли где-то еще может повториться. Очень интересно. А давно был сделан ремонт? Прям состояние очень хорошее. Дом построен 7 лет назад. В доме хозяева практически не жили, предпочитали сюда приезжать и уезжать, наслаждаясь вот именно атмосферой. На первом этаже также расположен кабинет. Мне кажется, классное решение, когда кабинет делают на первом этаже, а не на втором. Потому что люди заходят, можно никому не мешать. Да-да-да, вообще. И здесь, если закрыть дверь, здесь такой микромир создается. Причем, если открыть окно, слышно журчание водоема, который расположен на участке. И вообще, свой микроклимат какой-то такой существует. Да, вид просто бомбический. Это правда. И кабинет, он очень современен. Он функционален, современен. В нем, в принципе, есть все по максимуму, что необходимо для того, чтобы и подумать, и написать что-то, и почитать. Ну, просто уединиться на первом этаже. Это зона столовой и зона кухни. Мебель, как можно отметить, представлена в Fendi. Великолепный итальянский свет. Все уютно. Свет регулируется. Есть потолочные светильники, есть отдельная зона света. А мебель входит в стоимость дома или это отдельно будет обсуждаться? Все, что в доме находится, все продается. Не жадничай. Все вместе с домом. Да, да. Как тебе лестница? Комфортно? Да, очень. Она рассчитана под шаг, она достаточно широкая. И для детей, мне кажется, тоже безопасно удобная. Она антискользящая. Удобные перила, прекрасные ступени, все натуральный камень, дерево. Вот наш чудесный второй этаж. Вот великолепный балкон. Я не знаю, передаст ли видео, но когда попадаешь на второй этаж, прям вот весь объем ощущается. Воздух вообще такое, пространство вообще, его чувствуешь. Катя, проходи. Это центральная спальня этого дома. Какая люстра красивая. Как себе? Люстра вообще великолепная. А посмотри, как расположена мебель, и как здесь уютно находиться. И форма тоже такая получается. Чуть-чуть полукруг, много света. Опять же, потрясающий вид. Из спальни через зону гардеробной мы можем попасть в ванную. Ванная у нас имеет и ванную, и посмотрите, какой интересный душевой санузел. Саша, а сколько вообще всего здесь спальни? Внизу кабинет, второй этаж получается. Получается 4 спальни. Плюс кабинет. Плюс кабинет. Комната девочки. Посмотрите, какая она белая, пушистая, мягкая, уютная. Тебе хочется быть этой маленькой девочкой? Мне кажется, всем хочется быть этой маленькой девочкой. Получается, что все комнаты, которые мы сейчас смотрели, они все видовые. При этом нет окна в окна, ты не видишь соседей. Здесь очень много света. Дом вообще наполнен светом. Это спальня мальчика. Посмотрите, какие прекрасные тоже светильники и все-все это. Очень кровать необычная. Да. Кровать в форме лодки. Можно быть капитаном с детства. Посмотрите, какие уютные подоконники. Зимой, когда идет снег, наверное, здесь вообще замечательно. Да, здорово. Там еще один оригинальный в санузе. Смотрите, как он оформлен. Да, очень необычный. Такая морская тематика. Ты знаешь, Саша, мне нравится, что у каждой комнаты есть какая-то своя атмосфера. В то же время, если будущие собственники захотят что-то поменять, это легко можно сделать. Абсолютно вообще. Можно переоборудовать под любой возраст. Можно переоборудовать детские в спальне. То есть это позволяет и пространство, и их расположение. И все. Каждая делается вообще по-своему. Мне кажется, вообще, когда мы говорим о загородной недвижимости, здесь все решает локация, планировка, виды, территория. А здесь просто 10 из 10. Здесь все сложилось. Саша, расскажи, а что это такая за волшебная комната? А это вот такая вот игровая детская. Вот в таком пространстве могут расти ваши дети. Представляете, насколько здесь вообще можно, я не знаю, мечтать, фантазировать вообще. А что угодно. Здесь можно приглашать гостей. А космот. Да. Я думаю, в поселке очень большое количество будет друзей, которых сюда ваши дети могут пригласить. Потрясающе. И очень безопасно, да? Да, и это будет просто центр этого дома. Оборудовано кондиционером, оборудовано все. Посмотрите, насколько интересные выключатели. Доработана каждая деталь. То есть все это... И для девочек, и для мальчиков. Здесь можно делать все. И для больших мальчиков и девочек. Здесь тоже есть. Здесь можно как устроить тусовку со светом музыкой, точно так же можно устроить какие-то чтения и детские спектакли. Здесь вот такой вот волшебный садик из кафеля, из плиточки. И посмотрите, какой он веселенький. Да, мне кажется, детям... Я думаю, их будет отсюда сложно вообще попросить уйти. Очень здорово. Здесь можно висеть, здесь можно сидеть, здесь можно лежать, здесь можно играть вообще как угодно. Причем вся эта конструкция спокойная, это все выдерживает. Здорово. Взрослые могут здесь спортзал сделать, если допустим. Взрослые могут здесь почувствовать себя детьми. Да. Причем это пожелание любого взрослого, кто сюда поднимается, говорит, верните мне мое детство. А посмотрите, здесь тоже какие-то интересные виды открываются. Вот, то есть можно присесть на подоконничек и почувствовать себя где-нибудь в Англии. Здесь ощущение... И помечтать об английской школе. И ощущение какой-то сказки. Да, 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 здесь все очень гармонично. А еще одна фишка этого дома, что это основной дом. То есть получается, что это дом семьи, а дом гостей практически напротив. Сейчас мы у него сходим. Кать, ты чувствуешь, какой прекрасный воздух? Да. Это хвойники. Это великолепные вообще деревья. Вы посмотрите, какие они просто вокруг. Ну, мы с тобой на это все смотрим с террасы. Угу. Как? Очень красиво. Здесь можно что-то поставить. На ней есть свет, на ней есть прекрасные люстры. Здесь можно поставить мебель. Здесь можно вообще просто отдыхать. Очень красиво. Мне кажется, и зимой здесь здорово, потому что снег... Зимой здесь чудесно. Здесь лед на пруду, все деревья в снегу. Все это идеально. Такая зимняя сказка получается. Она хоть такая вроде компактная, но на ней все представлено. А это дом, в котором хозяева принимали гостей. Угу. Он полностью функционален. Здесь расположена прекрасная спа-зона, с которой мы сейчас познакомимся. Слышишь, как водичка шумит? Да, прям... Здесь все слышно. Слышно, причем только шум воды. Здесь нет никаких лишних шумов. Дороги нет, нет соседних домов. Здесь можно просто промедитировать. И мне нравится, что получается, рядом полностью все закрыто камерно для одной семьи. Да, посадки выполнены так, что это практически получается естественный забор. При этом много солнца, потому что свет выпадает. Солнце есть всегда, да. Если там полностью было внимание детям, то здесь полностью внимание взрослым. Посмотри, как здесь все устроено. Очень. Да, здесь своя кухня. Здесь свой очаг. Здесь своя зона, в которой вы можете проводить и летом, и зимой какие-то мероприятия, чтобы не находиться в основном доме. Мне очень нравится цветовая гамма, такой уют она создает. А как тебе окна? Окна очень красивые, да. Полностью вообще сохранен весь вид. Да. И ландшафтный дизайн, он очень органично вписан в пространство, и мне кажется... Да, 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 видовые точки со всех сторон. У нас есть открытый очаг, на котором мы можем готовить все, что нам благоразумится. Можем сами, можем пригласить персонал, который присутствует в этом доме, и вам все приготовят. Здесь есть отдельное помещение для персонала, которое расположено в этом доме. То есть все продумано. И на постоянной основе может жить обслуживающий персонал. Да, он располагается на втором этаже. Здесь комната отдыха при зоне спа. Также оборудована бытовой техникой и всем, в принципе, чем душе угодно пользоваться. Прекрасные кресла. Все, кто приходит, качаются в этих креслах. Можно покачаться? Конечно, вообще, это здорово. Да, правда, класс. Так что приходится выбирать либо подоконник, либо кресло. Это джакузи. Оно функционально, но вот, пожалуйста, приходите завтра и купайтесь. И замечательный вид. Все готово, да. А здесь банный комплекс. Вот, пожалуйста, веники. Проходите. Это сауна. Это комната для гостей. Для того, чтобы гости полноценно отдохнули, ты, посмотри, находишься просто в лесу. Класс. Вид, да. Здесь в каждой комнате потрясающий вид. Это отдельное удовольствие. Ручеек. Да, очень уютно. Причем все это в ночное время подсвечивается. А здесь вот располагалась как раз комната персонала. Царская ложа. Очень красивая комната для персонала, надо сказать. Интересно, да. Ну, опять-таки, можно же гостевой. Это очень многофункционально. Это можно переделать все по топу, от состав семьи, под ваши предпочтения какие-то. Это все можно легко трансформировать, потому что помещение это сделать позволяет. Саша, расскажи, пожалуйста, вот в сравнении с другими домами в этом коттедже и рядом, вот в чем плюс именно этого дома? Во-первых, вот посмотрите, какой прекрасный ландшафт. Вот и этот водоем. Это отдельная история. Растения шикарные. Просто вообще ландшафтный дизайн бомбический. Вот реально. И очень интересна сама концепция дома. То есть, есть основной дом, есть дом, в котором расположен спа-комплекс, но полноценно в нем можно встречать гостей. Но инфраструктура самого поселка, она, конечно, очень подкупает. Здесь все давно живут, все построено, функционирует. Это очень благополучный, это очень благоустроенный поселок, в котором точно так же полностью все функционально. Начиная от ресторанов, детских площадок, детских садов, магазинов. Здесь есть все. Дорогие зрители, на этой ноте я предлагаю уже прощаться. Спасибо, Саша, что рассказала, показала нам этот, правда, потрясающий дом. Спасибо большое, Катя, за общение. Спасибо за твои вопросы. Было очень приятно вообще. Я рада, что тебе понравилось? Я в восторге. Как ты знаешь, я видела презентацию этого дома до съемки. Но могу сказать, что вживую он еще лучше. И такой дом надо вот прям приезжать, смотреть. Сюда необходимо приехать. Сюда необходимо приехать, почувствовать эти запахи, почувствовать этот свет, этот воздух и вообще атмосферу этого поселка. У меня еще последний вопрос. Я думаю, нашим зрителям это будет интересно. Что сейчас происходит с рынком недвижимости, если мы говорим о поселках Новой Риги? Видишь ли ты здесь какой-то дальнейший рост, спрос? Насколько это хороший актив для будущих клиентов? Конечно. Новая Рига – это полностью функциональное вообще пространство. Это оно молодое, оно развивающееся. И это благоустройство, это вложение в вашу будущее, прекрасную жизнь. То есть это жизнь ваших детей, которые будут находиться в благоприятной обстановке, окружены прекрасными друзьями, товарищами. И я надеюсь, что они пройдут вместе по жизни. Точно так же, как вы никогда не загрустите, никогда не будете недовольны вообще чем-либо. Новая Рига – это просто welcome. Смело пишите свои вопросы в комментариях, я и Александра с радостью на них ответим. С вами был канал Whiteville об элитной недвижимости Москвы и всего мира, теперь и загорода в том числе. Очень приятно. До новых встреч, друзья. Подписывайтесь. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok